Моисей не вошел в землю обетованную и умер. Правда ли, что его мощи скрыты от всех до пришествия Христова? И даже сам Люцифер пытается найти его, но не может этого. Нужно заметить, что о смерти пророка Божия Моисея нам достаточно однозначно говорит Священное Писание. Собственно, это 34 глава книги Второзакония. Обратимся к тексту. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавской против Беффегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня». Нужно заметить, что Священное Писание не дает нам никакой развернутой картины, как-то связанной с тем, почему место погребения пророка Господня неизвестно Израилю. При том, что, например, у ряда более поздних пророков могилы были известны и почитаемы. О этом почитании, иногда достаточно своеобразном, свидетельствует и сам Христос в евангельских текстах, когда упрекает современных ему религиозных учителей в том, что они воздвигают гробницы пророкам и красят раки праведников, а на самом деле это их отцы участвовали в избиениях и притеснениях, которые этим пророкам при жизни были творимы. То есть мы можем сделать однозначный вывод, что такого рода гробницы существовали, более того, некоторые из них сохранились до сего дня. Относительно же Моисея существует устойчивое мнение о том, что народ израильский, совсем недавно покинувший Египет, видевший в пустыне огромное количество чудес и знамений, но при всем при этом сохранявший достаточно сильную внутреннюю интенцию к язычеству, вот эту обращенность, находился в большой опасности на всех тех этапах, когда сталкивался с какого-либо рода вещественной святыней. Потребность в такого рода святыня мы видим на этапе сотворения золотого тельца, когда Моисей надолго отлучился на Синайскую гору, порядка 40 дней его не было, и, соответственно, народу при отсутствии видимого пророка и руководителя понадобился какой-то такой же видимый, понятный, осязаемый предмет, фетиш, какая-то святыня и реликвия, которая будет обозначать, что Бог присутствует с ними вместе. Нужно заметить, что вот эта острая нужда и необходимость в итоге оказалась даже столь, ну скажем так, признана Богом, что он после ситуации с золотым тельцом дает повеление о Скинии, о Ковчеге Завета и о зримых реликвиях Израиля, первыми из которых становятся скрижали Завета. То есть мы видим, что вот эта тенденция к поклонению и почитанию чего-то видимого, вещественного в Израиле была достаточно сильна. С одной стороны, она была удовлетворена Богом через вот эти святыни, такие как конкретное место для поклонения, да, или какие-то конкретные реликвии. Но с другой стороны, иногда даже в этих, скажем так, вполне себе Богом благословленных реликвиях она приобретала извращенные формы. Ну как, например, мы помним, что медный змей, да, Моисеем же, собственно, созданный в один из критических моментов пребывания Израиля в пустыне, в итоге получил личное имя Нехушан, да, и почитался как некая великая, даже уже может быть не столько реликвия или святыня, а практически как отдельное самостоятельное божество. Поэтому велик был риск обожествления, да, какого-то излишнего, недолжного почитания. И пророка Божия Моисея, если бы его тело в качестве зримой реликвии сохранилось бы в Израиле. Поэтому, собственно, место его погребения неизвестно даже до сего дня. То есть об этом говорит, собственно, автор книги «Второзаконие». Оно не было известно как на том этапе, так неизвестно и до сих пор. Ничего однозначного о том, что эти мощи скрыты до пришествия Христова, собственно, в какой-то святоотической письменности мы не встречаем. То есть нет никакого обетования о том, что вдруг тело пророка Божия в последний день этого мира будет зачем-то явлено. Так как бы более того, мы понимаем, что Моисей также воскреснет телесно. Но вот такого рода связи, да, очевидной мы не наблюдаем. Мысль же о том, что Люцифер пытается найти его тело, восходит, в общем-то, к апокрифу. Это иудейский апокрифический текст I века, который называется «Вознесение Моисея». Фрагменты из него цитирует, например, христианский учитель Ориген, а некоторый отголосок его учения, а именно как раз мысль о том, что дьявол искал тело Моисеева, а архангел Михаил ему запрещал, мы встречаем и в новозаветном тексте, а именно в соборном послании апостола Иуды. Но при всем при том мы имеем в виду, что сам по себе текст вознесение Моисея не имеет никакого канонического статуса. То есть опираться на него как на вероучительный источник мы не можем. Поэтому и утверждать безусловность того, что дьявол ищет тело пророческого, тоже мы не имеем никаких оснований. Субтитры создавал DimaTorzok